Здравствуйте! Сразу попрошу слабонервных переключить на другое видео, потому что слабонервным, впечатлительным людям это жуткое зрелище. Сегодня будем делать холодец из свиных ушей. Для этого нам нужно штук 8 свиных ушей, чеснок и соль. Пока все. Вот они замороженные, замороженные такие идут, вот такие вот. Конечно, зрелище противное. Мне когда первый раз сказали, вот полезная штука, хрящ там, все прочее, там очень суставы хорошо, на связки всякие влияют. И я когда купил, у меня прямо колбасило. После того, как я сделал один раз, мне очень понравилось. Вот, я сейчас уже как-то, ну, поспокойнее немножко смотрю на эти вещи. Так, поспокойнее, поспокойнее. Но все равно жуть. Поэтому я особо светить вот так вот не буду этим вот так вот махать, там, размахивать, что-то такое делать. Просто возьму их, я их взял, разморозил, положил, замочил в воду, промыл хорошенько. И сейчас спокойно упакую их в свою скороварочку любимую и буду варить. Где-то час примерно будем варить. Но я об этом еще подробнее расскажу. Ну, вещь действительно полезная. Мне вот, я ходил на массаж, мне человек, который, в общем, в этом деле хорошо понимает, говорит, обязательно надо, надо, надо эту тему делать, время от времени покупать, отваривать. И, как в холодце, даже рецепт дал, говорит, мы делаем все нормально всегда. Потому что он уж тоже насмотрелся, как бы, на эти, на связки, на всякие разные, на, на эти, на спины, на плечи, на все эти разные суставы. И вот рекомендует. Не знаю, клинические испытания не проводил на себе. Но вот то, что эта вещь необычная и вкусная, это я могу вам гарантировать сто процентов. Заливаем водой холодной и ставим на огонь. Я чеснок такими достаточно, ну, крупными порежу кусочками. Не буду его крошить вообще в пыль. А так, достаточно крупно порежу. Чтобы, когда ешь, он и не слишком большой был кусок, и не слишком маленький такой, чувствовался. Вот. В Гонконге, я был в Гонконге, очень много кафешек таких, небольших совсем кафешек, в которых продается множество всякого ливера, и сердца, и печень, и желудки, и уши, и все-все-все. Они едят очень много, и особенно такая кухня, в них в специальных бульонах отваривают это. Подают, нарезают, специальная нарезка. И целая культура, целая сеть, целых ресторанов таких много достаточно, где подают и курицу, и не птицу, а вот именно такие. Ливер разный и другие там части. Чего части? Живых организмов. Да каких живых уже? Не живых организмов, а непонятно чего. Другие части, в общем. Еще надо будет добавить соль. Значит, я что делаю? Смотрите. С верхом морской соли туда. Раз. Много не надо. Не надо. Вот этот весь чеснок туда бабахаю. Пусть будет. И вот столько вот черного дробленого перца. Раз. И все. Привет. И больше ничего туда не надо. Чуть-чуть так отбили. Ну, такой духан перцем, чесноком и солью. И все. И закрываем. На маленький огонь я ставлю. И где-то в прошлый раз я варил где-то минут сорок пять, наверное, я варил. Не на высоком давлении, а на среднем давлении. На маленьком огне и пусть он. Нет, сорок пять минут надо отсчитывать, когда зашипит скороварка. Она, правда, уже шипит, но слабо. Сейчас можно сделать чуть-чуть огонь побольше. Вот. И все. Потом достаем, разбираем эти уши и дальше я вам расскажу, что делать. Ну, вот и сварились свиные уши. Они варились примерно около часа в скороварке на медленном огне и уже остыли. Сейчас мы их будем доставать, разбирать и нарезать, укладывать в кастрюльку маленькую для того, чтобы сделать из них такое подобие холодца. Зрелище не для слабонервных. Я не знаю, я, наверное, такой впечатлительный. Я такой впечатлительный, такой впечатлительный. Так, я беру нож и нарезаю. Мелко перебираю, нарезаю. При очень впечатлительных людях это лучше, конечно, не готовить, так скажем, мягко. Потому что, ну, лучше это все подавать уже готовое. Я один раз делал, просто их сложил и под гнет. Вот, но под гнетом мы выкинем весь бульон, весь, весь, весь отвар. То есть он всплывет, что мы, как мы там дальше будем делать, ничего не получится. А сейчас я решил сделать наподобие, как студень, холодец. То есть возьму, сейчас порежу и заложу, потом зальем сверху бульоном. И получится интересно. Откладываем. Где-то вот так. Пятьдесят, пятьдесят процентов мяса, пятьдесят процентов бульона. Как в холодце, в общем. Вот так вот. И сюда тоже разливаем две части. Все. Вот у нас остался и чеснок, и дробленый перец остался там. Закрываю крышкой и ставлю в холодильник до завтра. Завтра утром можно будет уже кушать. После того, как мы поставили наш холодец из свиных ушей в холодильник, прошло совсем немного времени. Самое главное, чтобы холодец застыл. А он застынет в зависимости от того, какую вы густоту придали бульону. Вот у нас, пожалуйста, все в порядке. Кастрюля можно было заложить специальный лоток для холодца. Но он у меня маленький, очень мелкий такой. Не моего объема, размера. Поэтому я сделаю, вот, порежу его как торт. Так, вот напополам. Раз. Отлично. Смотрите. Какая красота. Вот. Видите? Вот, смотрите, пожалуйста, как это все получается. Сюда нужно обязательно добавить горчицу, которую я заваривал самостоятельно. Рецепт, кстати, тоже будет у нас на канале. Рецепт того, как делается горчица. Правильная такая, ядреная. Вот я ее беру вилочкой, перемешиваю хорошенько. И вот сюда вот. Вот так вот. Вот так вот. Я положу хрен, который тоже делал, замачивал уксусом, запаривал. Делал специально для холодца. Вот тоже рецепт будет тоже на канале Шевшаров. Не забудьте, мы будем делать хрен. Монтировать скоро. Вот. Все. В сторону. Все. Можно пробовать. Опертиться надо немного. Она очень сильная, хорошая получилась. Все ароматная. На масле. Как положено. Такое вот. Все четко. О, хорошая горчица. Все. Вот. Все получилось. Отлично. Мягкий, не сильно соленый. В горчице есть соль. Все нормально. В хрене тоже есть немного соли. Он такой. Все. Все в порядке. Поэтому не пересаливайте холодец, чтобы в нем, ну, как польза была. А то, если его переборщить, и будет соль и в хрен, и в горчице, и везде будет одна соль, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я предлагаю вам вот тут вот добирать соли из других каких-то соусов. Даже майонез можно. Почему нет? Все отлично получилось. Готовьте холодец из свиных ушей. Он полезный. Там много хрящей, такие укрепляющих суставы, костную ткань и все прочее. Вещь очень вкусная и полезная. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok